Уважаемые коллеги, в данной серии видео уроков будет рассмотрена система автоматического замера регистрации и управления сбросом нефти Sazreus на примере ODME S3000 Oil Decharge Monitoring Equipment. Будут предметно рассмотрены правила использования системы, компоненты системы, а также практическое применение и использование. Oil Decharge Monitoring Equipment предназначен для слива нефтесодержащих вод, возникшихся в результате танкомойки, либо балластировки танкера. И если на борту вашего танкера установлен Oil Decharge Monitoring Equipment, обязательно будет утвержденное руководство по пользованию ODME, в котором будет находиться подробная инструкция по пользованию устройством. Правило сброса нефтесодержащих вод через Sazreus или ODME регулирует MARPOL. По требованиям MARPOL все нефтеналивные суда с грозным ножом более 150 гроз регистровых тонн должны быть оборудованы системой контроля на сбросах нефтесодержащих вод, включающие одобренный датчик контроля содержания нефтеостатков. Блокиратор запускает автоматическую систему контроля клапанов сброса этих самых нефтесодержащих остатков. Конкретно регулирует ограничение сброса нефти правило 34 MARPOL приложения 1, которое будет рассмотрено позже, но отмечу, что один из подпунктов на танкере эксплуатируется система автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти и системой остойных танков в соответствии с требованиями правил 29 и 31 настоящего приложения. Также существуют особые районы, сброс в которых запрещен. Теперь рассмотрим особые районы, в которых пользоваться Oil Discharge Monitoring Equipment нельзя и также сброс нефтесодержащих вод через него запрещен. 1. Район Средиземного моря 2. Район Балтийского моря 3. Район Черного моря 4. Район Красного моря 5. Районы заливов 6. Адонский залив 7. Район Антарктики 7. Район Антарктики 8. Район Северо-Западной Европы 9. Район Амана 10. Район Южно-Африканских вод Итак, теперь разберемся наглядно, как же работает Oil Discharge Monitoring Equipment. Предположим, в слоп танки после танкомойки собралось определенное количество воды, которую нам необходимо удалить за борт для того, чтобы освободить танк для следующего груза. И, конечно же, эта вода загрязнена нефтяными остатками. Для того, чтобы сбросить эту воду за борт, в соответствии с правилами MarPol, необходимо убедиться в следующем. Танкер должен находиться вне пределов особого района, на расстоянии более 50 морских миль от ближайшего берега, находиться в пути. Мгновенная интенсивность сброса не должна превышать 30 литров на морскую милю. И, что актуально для современных моряков, общее количество сброшенной существующих танкеров не должно превышать 1,030 общего количества данного груза, частью которого является остаток. Надеюсь, что никто из слушающих коллег не работает на танкере, который был построен до 31 декабря 1979 года. Для них требование помягче 1,015 от груза, частью которого является остаток. Для этого мы запускаем наш Decharge Monitoring Equipment, а также запускаем насос, предназначенный для перекачки данной жидкости. Из прокачиваемой жидкости будет отобран образец, который будет пропущен через специальный анализатор – олеометр. И, согласно результатам олеометра, который определит состояние или же загрязненность прокачиваемого образца жидкости и выведет на экран центрального устройства содержание нефти в частях на миллион. Проще говоря, PPM – парт-пер-миллион. Следующие замеры будут проведены так называемым флоуметром или расходометром проходящего потока воды. Также, получив данные о скорости с GPS или введенной ручной оператором, центральное устройство произведет расчеты для того, чтобы вычислить, возможен ли сброс в данный момент времени. И если сброс невозможен, то клапан сброса останется закрытым и жидкость продолжит циркулировать по системе. В это же время пробоотборник продолжит свою работу и в тот момент, когда проба будет соответствовать правилам MarPol, клапан забортного сброса будет открыт, клапан возврата будет закрыт и начнется сброс в море. В конец первого урока следующий урок будет посвящен основным составляющим Oil Discharge Monitoring Equipment. Вы посмотрели урок номер один. Спасибо за внимание. С вами был капитан дальнего плавания Березовский посильник. Спокойного моря, приятной работы. Продолжение следует...